В общем всем здорово, попали на мой канал Дядя Никит. Сегодня с вами будет обзор событий, я записываю этот видос ночью, поэтому сразу не обессудьте за звук, пацаны, я постараюсь сделать максимально качественно, записываю ночью. В общем поехали, сегодня будет обзор игроков на любимом вашем сайте в FIFA Renderse, но уже завтра, либо послезавтра выйдет видеоролик, где я записываю видос из FIFA Mobile и стараюсь получать игроков без доната. Сегодня мы обозреем некоторых футболистов и я скажу, кого бы я хотел получить. Ну и уже давайте начнем, не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк и помнить, что возможно скоро я буду участвовать на кубке мобильных фиферов, пацаны. Ну по первым футболистам сразу все видно, Марселы, Верати, всякие Джезусы, в принципе здесь все понятно, это футболисты, которые без доната получить нереально, хотя ролик назван то, что 108 плюс игроки без доната. И в принципе в целом, я даже не заходил еще в FIFA Mobile в основной, я не знаю можно ли это получить без доната или нельзя, посмотрим получится это или нет, но будем считать, что может быть получится, потому что без доната в целом сейчас даже кумиров забирают, которых раньше казалось вообще невозможно забирать. Поэтому в целом, я думаю, все возможно в этой FIFA теперь уже. По высшим игрокам тут в принципе понятно, Марселы, Ричарльс, Антамори, Верати Азар, Жезус, Мартинос, в принципе игроки, которых нереально получить, но это мое личное мнение, а вот кто ниже, такие типа не особо такие популярные, 107 всякие, вот на них уже есть более какие-то шансы, хотя еще раз повторюсь, я не играл, поэтому я не знаю что там как будет, поэтому без понятия пока что что там как можно зарабатывать, но учитывая, как еще раз повторюсь, говорят мобильные фиферы, то это в принципе все возможно. Марио Фернандес, первый игрок РПЛ, крутая карточка, 107 вообще, это когда такое было, я думал, самый высокорейтинговый от РПЛ это Соболев, а тут Марио Фернандес, это что вообще такое пацаны, но в принципе тоже нормально, неплохой игрок, и помимо него здесь еще есть игроки Монако, и на минуточку у Фернандеса такой же рейтинг как у Дибалы, такой же как у Морена, Аспиликуетты, Камады, Офигеть, что? Машидосу четвертый, здесь всякие перешечи, гнобри, но в целом их можно получить, и даже из какой-то квест, события, где дают 94-го плюс игрока, и в целом в принципе на них тоже есть какой-то шанс, да он небольшой, но в целом имеется, присутствуют игроки Реала Мадрида, Манчестри Юнайтед, также сейчас пойдут игроки РПЛ, их довольно-таки нормально, я думал вообще игроков РПЛ не будут, но здесь есть противостояние Спартака ЦСКА, поэтому здесь есть три игрока Спартака и три игрока ЦСКА, только почему-то у игроков ЦСКА рейтинг выше в сумме, почему так? Вот Демберея, Пареха, Фабини, Волкеры, и медленно и верно мы спускаемся ниже-ниже, игрок Спартака, первый игрок Спартака, это Роман Зобнин, 100 рейтинг, пацаны, это шикарная карточка, я не знаю буду ли я покупать на свой основной состав аккаунт, или вообще, но учитывая какой Зобнин и продуктивный, и как он последние матчи играет, и как он вообще в целом пытается что-то создавать, и как игрок, и как рейтинг, и как карточка, и какие у него усилялки, просто все статы 100+, на минуточку я вам напоминаю, посмотрим сколько он будет стоить, но получить его хочу, но как минимум сыграть за нем, на нем, FIFA Mobile. Дальше, пацаны, у нас Эджуки 99, это опять игроки РПЛ пошли, всякие идут, Эджуки, Мозес, Промес, пацаны, и там еще какой-то технезян, по-моему, игрок с ЦСКА, Эджуки, Мозес, Промес, в принципе, карточки хорошие, особенно мне понравилась карточка Промеса 97, левый вингер, плюс там есть Денис Чирошев из Вильяреала, пацаны, тоже русский, поэтому я не знаю, как это что-то будет происходить, и в целом можно, в принципе, собрать из этого события практически, ну, половина, составу точно, игроков Спартака, ЦСКА, и там есть какие-то игроки сборной России, даже Украина, пацаны, поэтому можно собирать, в принципе, фул классный сквад СМГ, посмотрим, что будет дальше, посмотрим, буду ли я играть в него часто, каких игроков я словлю, но мои главные цели вы знаете, всегда прекрасно. Каждый раз, когда в какое-то событие добавляют игрока Спартака, вы сами прекрасно знаете, какие там будут цели, и кто, в принципе, там будет у меня получен, это, конечно же, игроки Спартака, поэтому, если вам ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте добивать мне 1600, ну, и в целом, ролик на этом заканчивается, хорошее событие, классно, оно мне уже нравится, и без доната здесь можно получать классных игроков. С вами был Дядя Никит, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok